МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предсобравшихся и поздравить с профессиональным праздником пришла заместитель главы муниципального образования Северский район Марина Наумейко. Из века в век вы передаете традиции наших кубанских обрядов, песенных напевов. Именно вы знакомите детей и вводите в мир прекрасного и великого искусства. Спасибо вам за то, что из поколения в поколение, дорогие ветераны, вы передали то, на чем сегодня создаются и умножаются победы и результаты огромной отрасли культуры Северского района. 25 марта вся Россия чествует тех, кто не только дарит нам со сцены эмоции, заставляет нас плакать и смеяться, но и тех, в чьих бережных руках хранится культурное наследие нашей страны. От лица администрации района работникам культуры, а также ветеранам и восходящим звездам вручили благодарственные письма за особый вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и многолетний труд на благо района. Григорьева Татьяна Ивановна, методист муниципального бюджетного учреждения Северский дом культуры. Однако на этом поздравления не закончились. Начальник управления культуры Северского района Галина Куролесина поблагодарила коллег за тяжелый, но безусловно важный труд. Именно люди творчества способны сделать жизнь любого человека яркой, запоминающейся, насыщенной самыми приятными и положительными эмоциями. Уважаемые коллеги, от всей души благодарю вас за тот вклад, который вы делаете в процветание культуры Северского района. Конечно, сцена в День работника культуры просто не может пустовать. Специально для работников культурной сферы района выступили лучшие творческие коллективы, а также гости из краевой столицы – артисты Краснодарской краевой государственной филармонии имени Пономаренко. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Посвятить свою жизнь искусству значит отдавать всего себя любимому делу. Дарить эмоции, делиться самым сокровенным, заставлять других верить в волшебство. И порой на хрупкие плечи актеров, художников, музыкантов, музейных работников, библиотекарей и хореографов ложится колоссальная ответственность за сохранение нашего культурного наследия. И люди, выбравшие для себя такой путь, достойны по-настоящему высоких наград и признания. В рамках месячника по наведению санитарного порядка во всех поселениях муниципалитета прошел субботник. В нем приняли участие работники районной и поселенческих администраций, представители структурных организаций муниципалитета. Они переоделись в рабочую одежду и отправились очищать отведенную территорию от мусора. Фронт работы достаточно широк, ведь необходимо привести в порядок улицы, придомовые территории, парки, скверы, детские площадки, территории кладбищ и зеленых зон. В рамках месячника по наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Северский район прошел субботник. С территории городских и сельских поселений было собрано и вывезено около 100 кубометров твердых бытовых отходов. Уважаемые жители Северского района, 13 апреля состоится Всекубанский субботник. Огромная просьба выйти вместе с нами и навести порядок возле своих придомовых территорий. Активнейшее участие в субботнике приняли жители Азовского сельского поселения. Чистота и порядок на улицах – показатель благополучия любого населенного пункта. Но для того, чтобы в поселениях было всегда чисто, усилие должен приложить каждый из нас. В школе номер 43 Станицы Северской прошел тренинг «Каникулы с пользой» для представителей детских общественных организаций, лидеров ученического самоуправления и активистов российского движения школьников. Мероприятие посетила Татьяна Ковалева, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае. Она осмотрела кабинеты, пообщалась с педагогами и учениками. На тренинге «Каникулы с пользой» в числе экспертов выступил когнитивный тренер-психолог Илья Коптев. Дискуссия с обучающимися состоялась по направлениям – профессиональная ориентация, волонтерство, детские движения, спорт и здоровый образ жизни, интернет, патриотическое воспитание взаимоотношений детей и их родителей. Ребята, сегодня очень много чего интересного в вашей жизни происходит, но на каждом шагу вас и подстерегают, и опасности. И вот когда ты осознаешь, что взрослые вам нужны для того, чтобы вас оберегать, вы немножко по-другому будете относиться к предостережениям ваших родителей, будете их понимать и уважать их право вас беречь. В зале районной администрации обсудили ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в рамках антинаркотической комиссии, о потолках антинаркотической деятельности в Северском районе за 2018 год, задачах на 2019-й, а также о взаимодействии полиции и Северской центральной районной больницы, рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Северскому району Михаил Маслак. За прошедший год возбуждено 96 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков. Направлено в суд 8 уголовных дел. По факту незаконного сбыта наркотических средств за 12 месяцев отчетного периода составлено 112 административных протоколов. О наркоситуации доложил врач-нарколог-психиатр Северской центральной районной больницы Сергей Емельяников. На начало 2019 года под активным наблюдением нарколога находится 832 человека. Снято с учета по различным причинам 228 человек. За текущий год на учет поступило три впервые выявленных наркозависимых. Как отмечает специалист, в целом в последнее время ситуация имеет положительную тенденцию. Также в рамках антинаркотической комиссии обсудили ход проведения выборочного анонимного информационного экспресс-тестирования, раннюю профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних и другие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Около 150 сокровищ Тутанхамона представили на выставке в Париже. Некоторые артефакты выставляются за пределами Египта впервые. Например, главный экспонат выставки – одна из двух статуй-хранителей, найденная у входа в гробницу фараона. «Древние египтяне глубоко верили в то, что они делали. Они хотели достичь совершенства для своего правителя во всём. Когда смотришь на статую-хранителя, неважно с какого угла, напротив или сбоку, поймать её взгляд невозможно. Она не смотрит на наш мир, а смотрит намного выше – в вечность». Другой редчайший экспонат – статуя Тутанхамона на чёрной пантере. Считалось, что это животное было единственным существом, которое могло указать фараону путь в тёмном загробном мире. «Что меня поразило, так это качество некоторых скульптур. Они абсолютно феноменальны, поскольку превосходят и обережают работы некоторых великих скульпторов XX века». Стул, кровать, миски и драгоценности – все эти вещи, по мнению египтян, также были необходимы фараону после смерти. К слову, умер правитель, когда ему было всего 18 лет. Эта выставка – крупнейшая в своём роде, совершающая мировое турне. Обычно Египет выделяет около 50 артефактов. Египетские власти надеются, что эта экспозиция поможет снова привлечь туристов. В последние годы из-за нестабильной обстановки в стране их стало значительно меньше. Выставка в Париже продлится до сентября. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok